Все, поехали. Спасибо большое. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о кишечных инфекциях, сопровождающихся диарейным синдромом. Извините, пожалуйста, за задержку, некоторые технические сложности. Первая кишечная инфекция, о которой я хотела бы с вами поговорить, это холера. Мы живем в эндемичном регионе, поэтому какую бы специальность в дальнейшем вы не выбрали, каждую весну у вас будут проходить учения по холере. Итак, холера. Это острое антропонозное инфекционное заболевание с фекально-оральным механизмом передачи, которое вызывается холерным вибрионом и характеризуется острым бурным течением с диареей и резкой потерей жидкости и электролитов. Холера – одна из древнейших болезней человека, описана она очень давно, еще во времена походов Александра Македонского. Люди уже болели холеру, умирали от холеры раньше, летальность при ней была крайне высока. А с 19 века холера приобретает характер распространения пандемии, потому что до этого она регистрировалась в Азии, потом пришла в Европу, и с 1817 года человечество стало считать пандемией холеры. Сейчас идет седьмая пандемия холеры, которая началась в 1961 году. В ней было задействовано более 180 стран, и практически из всех этих стран холерный вибрион никуда не ушел. И хотя заболеваемость во многих из них уже не регистрируется, но ежегодно холерный вибрион высевается в окружающей среде. Холера дала толчок международному сотрудничеству по борьбе с инфекционными болезнями, и в 1851 году 12 стран в Париже приняли первую международную санитарную конвенцию, основная задача которой была разработка мероприятий по защите территории от холеры и остановка эпидемии. В 1883 году Кох описал холерный вибрион и выделил его. И долгое время считалось, что холеру вызывают только три сирологических варианта – Инаба, Агава и Якашима. Но в 1905 году был выделен еще один возбудитель, который был назван Эльтор. Восприимчивость в холере всеобщая, крайне высокая. Инфицирование простое. Течение заболевания очень тяжелое, и при отсутствии своевременного и правильно проведенного лечения часто заканчивается смертью. Иммунитет после холеры нестойкий. Для того, чтобы локализовать очаг, необходимы огромные затраты. Поэтому холера отнесена к карантинным инфекциям, и изучение ее до сих пор является крайне актуальным. Обо всех случаях заболевания холеры в любой стране необходимо срочно посылать сообщение во Всемирную организацию здравоохранения, которая ведет учет всех случаев холеры в мире. Холерный вибрион – это грамотрицательная палочка, подвижная. Подвижна она за счет того, что имеет жгутик, имеет характерный вид при микроскопировании, она похожа на запятую, не образует споры капсул, аэроп. Хорошо растет при температуре 37 градусов и в щелочной реакции среды. Такая агрессивная среда, достаточно, как морская вода, не мешает росту холерного вибриона, несмотря на то, что там избыток солей. Холерный вибрион устойчив к низким температурам, он хорошо переносит замораживание, но прямой солнечный свет и высокие температуры, например, при кипячении он погибает мгновенно, холерный вибрион переносит плохо. Крайне плохо переносит холерный вибрион активный хлор. Даже следы хлора очень губительно действуют на него, поэтому люди с повышенной кислотностью, например, желудка, желудочного содержимого, менее восприимчивы к заболеванию холеры. Поэтому посуду для забора материала для бак-исследования при холере не обрабатывают дезрастворами хлоросодержащими, а только кипятя. Имеет два основных антигена. Это О-антиген. По особенностям его строения, все вибрионы делятся на 130 стерологических групп, а холерные вибрионы все относятся к первой группе. H-антиген, жгутиковый антиген. Общий для всех вибрионов, по нему тоже выделяют, извините, опечатку около 100 ста серогрупп. Холерный вибрион вызывает заболевания только у человека. Это строгий антропонос. Генетически детерминированная у него способность вызвать заболевания только у человека. Главным фактором патогенности является экзотоксин. Его еще называют холероген, состоящий из двух основных фрагментов, фракции А и фракции Б. Фракция Б обеспечивает фиксацию токсина на энтероците и способствует проникновению в клетку фрагмента А. А вот фрагмент А уже и формирует все процессы в клетке, следствием которых является секреция жидкости электролитов в просвет кишечника. Так как холерный вибрион грамма отрицательный, он естественно имеет эндотоксин, который выделяется при гибели холерного вибриона, вызывает, как и все эндотоксины, общетоксическое действие, но минимальное, не очень выраженное. Может вызвать циркуляторный коллапс, благодаря способности воздействовать на сосудистый тонус. У холерного вибриона есть еще один токсин третьего типа, так называемый фактор проницаемости. В настоящее время считается, что этот токсин третьего типа нарушает обратное всасывание жидкости и солей в нижних отделах кишечника. Помимо эндоэкзотоксина и токсина третьего типа, фактором патогенности холерного вибриона является способность к подвижности, и это помогает ему продвигаться к слизистой оболочке кишечника, способность к химотаксису, к адгезе и ферментообразованию. Например, муциназа, которая расщепляет слизь и помогает токсинам холерного вибриона легче проникать в клетку. Фибринолизин, гиалуронидаза и другие. Еще раз, это строгий антропоноз, склонный к пандемическому распространению, резервуаром и источником при холере являются больные либо с манифестной формой, либо с субклинической формой болезни, либо вибрионосители или реконволюсценты. После перенесенного заболевания часть людей могут выделять вибрион в окружающую среду. Больной холерой опасен с конца инкубационного периода. Уже в конце инкубации он начинает выделять холерный вибрион, но в очень небольших количествах. Основная масса холерного вибриона содержится в испражнениях больного с развернутой клиникой. Однако, более опасными в эпидемиологическом плане мы считаем больных с легким течением холеры, с субклинической формой, потому как, хотя испражнений они выделяют в окружающую среду и собственно холерного вибриона меньше, чем больной с манифестной клиникой, они все равно несут опасность из-за того, что редко обращаются за медицинской помощью, ведут активную жизнь, остаются в коллективе и способствуют распространению заболеваний. Механизм заражения холерой, как и при всех других кишечных инфекциях, естественно, фекально-оральный. Реализуется он несколькими путями передачи и, собственно говоря, в зависимости от пути передачи, эпидемии холеры протекают как водные, когда холерный вибрион передается через воду, пищевые, контактно-бытовые, но это редко, это не эпидемия, это вспышка, и смешанные. Еще раз, чаще всего фекально-оральный механизм заражения реализуется водным путем. Описаны случаи заражения холеры при употреблении в пищу без термической обработки или достаточной термической обработки обитателей водоемов, в том числе и креветок. Они могут выполнять роль временного резервуара инфекции и служить, собственно, фактором передачи. Восприимчивость к холере крайне высока, практически 100%. Максимум распространения болезни в странах с умеренным климатом приходится на теплое время года, это лето-осень. После перенесенного заболевания иммунитет остается, но он видоспецифический, нестойкий, до 3 лет. Повторные случаи заболевания возможны и раньше, особенно при заражении другими штаммами. Разработаны вакцины против холеры, но постпрививочный иммунитет тоже недостаточен, неполноценен, то есть вакцины малоэффективны. Главным показателем тяжести течения холеры является степень обезвоживания. По Покровскому различают 4 степени обезвоживания. Первая степень – это потеря жидкости до 3% массы тела, вторая – 4,6, третья – 7,9, извините, четвертая – 10 и более. Помимо классических вариантов течения холеры с различной степенью обезвоживания, которая, собственно говоря, указывает нам на тяжесть течения, различает вибрионосительство, стертую форму, молниеносную, сухую форму и геморрагическую форму холеры. Геморрагическая форма холеры развивается у пациентов с сопутствующими, имеющимися поражениями желудочно-кишечного тракта или при микс-инфекциях. Это все тяжелые формы, редко встречающиеся, сложные в диагностике. Мы с вами чуть-чуть не дотягиваем до огурцов. Около 50-60% массы нашего тела составляет жидкость, две трети из которой приходится на внутри клеточную, одна треть на вне клеточную. Вне клеточная жидкость, в свою очередь, состоит изнутрисосудистой и интерстициальной, и небольшого процента межклеточной жидкости. Плазма и интерстициальная жидкость, как мы помним, практически идентичны по содержанию электролитов и осмолярности. Поэтому у нас в организме создан достаточный резерв для того, чтобы поддерживать постоянный внутрисосудистый объем жидкости. При потерях жидкости это самый ранний компенсаторный механизм. Итак, холерный вибрион попадает в желудочно-кишечный тракт. Как работает у нас желудочно-кишечный тракт? Кишечник постоянно секретирует в просвет жидкость и электролиты. Секретируемая жидкость изотонична плазме, объем ее составляет около 8-10 литров в сутки. Секреция осуществляется в верхних отделах пещерево-элитного тракта, а в нижних отделах идет обратная реабсорбция, преимущественно в толстой кишке. В норме у нас количество несосавшейся жидкости составляет около 200 мл. И это легко компенсируется поступлением жидкости электролитов с пищей в процессе нашей жизнедеятельности, еды, питья и всего остального. При холере секреция жидкости электролитов в кишечник избыточна. Она более чем 8-10 литров в сутки. И помимо того, что идет избыточная секреция жидкости, нарушается и обратное всасывание. Первый еще раз барьер при проникновении холерного вибриона это соляная кислота желудочного сока. Холерные вибрионы к ней высокочувствительные. И именно это определяет необходимую для возникновения заболевания дозу возбудителя у каждого конкретного человека. У человека с пониженной секрецией желудочного сока доза возбудителя для того, чтобы развилось заболевание, меньше. Часть попавших в желудок холерных вибрионов погибает, выделяя эндотоксин, он раздражает желудок и может вызывать невыраженные явления общей интоксикации с незначительным повышением температуры тела. Эти явления редки, кратковременные, невыраженные. Зачастую они не замечаются ни самими больными, ни медработниками при сборе анамнозаболезни у пациента. Миновав желудок, выжившие вибрионы попадают в 12-перстные, затем в тонкую кишку, где созданы нашим организмом для их размножения наиболее благоприятные условия. Растворяют слизь и начинается тут действие экзотоксина, холерогена на эндотеллиоциты. Идет активация аденелациклазного механизма. Это приводит к усилению транссудации жидкости, при этом никаких морфологических изменений, никакого воспаления, никакого повреждения энтероцитов не происходит. Одновременно стимулируются бакаловидные клетки, которые вырабатывают слизь, слизи становятся больше, уменьшается еще раз всасывание в нижних отделах и в результате мы имеем то, что имеем в клинике холеры. Кишечный транссудат чуть-чуть отличается по составу от плазмы крови. В нем, естественно, гораздо меньше белка, но больше калия. Приблизительно такое же содержание натрия, хлора и чуть больше основания HCO3. На первых этапах, когда организм начинает терять жидкости электролиты, организм пытается это компенсировать притоком внутрисосудистой интерсоциальной жидкости. Однако, идет прогрессивное уменьшение объема циркулирующей крови, падение артериального давления, выключаются капилляры, начинается перераспределение крови. Соответственно, мы видим признаки циркуляторной гипоксии. Начинается компенсаторная тахикардия, тахипное. Из-за потери жидкости кровь сгущается, капилляры сужены, кровоснабжения мышц и сердца недостаточно, идет перегрузка, особенно правых отделов, и в редких случаях это может быть даже причиной остановки сердца. Учащение от дыхания приводит к дыхательной гипоксии и постепенно начинает развиваться и прогрессировать метаболический ацидоз. Однако, несмотря на выраженное сгущение крови на спазм периферических сосудов, тромбоз для холеры не характерен. Уровень глюкозы при холере в крови падает, не критично, но снижается, хотя нарушение всасывания глюкозы в кишечнике не происходит. Об этом нужно помнить при осуществлении пероральной регидратации. Закономерный дефицит калия клинически дает нам порез кишечника со вздутием живота, судорожные сокращения мышц, усугубление нарушения функций миокарда и поражение почек. Иногда даже необратимы. Холера очень быстротечное заболевание. Уже доказано, что клетка практически не вовлекается в патологический процесс и именно тем, что внутриклеточная среда остается стабильной и объясняется наш успех, успех нашей терапии, несмотря на выраженную потерю жидкости электролита. Правильно проведена и вовремя начатая регидротационная терапия снижает летальность от холера практически до нуля. Инкубационный период при холере короткий, естественно зависит от дозы возбудителя попавшего в организм, длится от 6 часов до 6 дней, начало заболевания острое, чаще всего внезапное и первым симптомом на фоне полного здоровья является диарея, то есть у совершенно здорового вроде как человека внезапно появляются позывы на дефекацию, не сопровождающиеся болями в животе, может быть иногда какие-то неприятные ощущения без четкой локализации. Стул обильный, сначала калового характера, затем становится водянистым и постепенно приобретает вид характерный рисового отвара. у редких пациентов первым признаком заболевания может быть доразвитие диареи резкая слабость и коллаптоидное состояние. Это связано с циркуляторными нарушениями, которые возникают в результате транссудации жидкости в кишечник, а диарейный синдром при этом запаздывает и развивается чуть-чуть позже. стертая форма холеры характеризуется невыраженной клинической симптоматикой. Клинически поставить диагноз при стертой форме холеры практически невозможно, потому что это отсутствие температуры, отсутствие боли в животе, отсутствие признаков потери жидкости электролитов, одно-двух-трех кратное послабление стула в течение нескольких дней. Такие больные, как правило, к врачу не обращаются, но эпидемиологически представляют большую опасность. Частота стула и степень дегидратации при холере коррелируют не всегда. Хотя, конечно, в большинстве случаев тяжесть течения мы считаем, что тяжесть течения все-таки зависит от частоты стула и при выставлении степени тяжести оценки степени тяжести мы, естественно, частоту стула учитываем. Однако, это работает не всегда. Иногда тяжелая дегидратация развивается после двух-трех дефекаций. Больной может потерять за короткое время до пяти литров жидкости. А у некоторых пациентов из-за того, что секреция жидкости электролитов в просвет кишечника начинается очень быстро, быстрое падение уровня калия ведет к порезу, дефекация отсутствует, а пациент погибает на фоне дегидратации. Вот это так называемая сухая холера, когда в течение нескольких часов больной может погибнуть от выраженной гипокалиемии и потери жидкости электролитов без развития характерного диарейного синдрома. Естественно, потеря жидкости электролитов сопровождается рядом как субъективных, так и объективных признаков. Это и слабость, и головокружение, и судороги, и мышечные подергивания, и жажда, и снижение диуреза вплоть до анурии, снижение температуры тела, бледность кожи и затем акроцианоз, в тяжелом случае тотальный цианоз, снижение тургораэластичности, падение артериального давления, как следствие тахикардия, тахипноя. Чем дольше продолжается диарея, тем больше нарастают эти симптомы. Рвота не очень характерна для пациента с холерой, однако она может присоединиться и имеет ряд особенностей. Она холера редко стартует с рвоты, как правило, рвота развивается после начавшейся диареи, рвота не сопровождается предшествующей тошнотой, она обильная фонтаном и боли в животе при этом нет. Гемодинамика постепенно нарушается, усугубляется спазм фериферических сосудов и клинически мы видим похолодание конечности, похолодание кожи, в аксиальных впадинах температура нормальная или пониженная и чем выражнее, чем резче выражено безвоженнее, тем ниже температура тела, хотя ректальная температура у пациентов с холерой может достигать даже 38 градусов Цельсия. Кожа не только бледная, холодная, цианатичная, иногда она может быть покрыта липким потом, на отдельных участках появляются синюшные пятна, при тяжелом обезвоживании, вспоминайте в учебнике патанатомии у вас была эта картинка, развиваются руки-прачки, сморщенные, сморщенная кожа рук, заострение черт лица, западение глаз, цианатичные губы, заострение кончика носа, фация с гиппократика, тоже характерна для тяжелого течения холеры. Сухой обложенный язык, сухость слизистых оболочек, не только ротовой полости, но и всех других, и глаз, голос становится тихим, вплоть до полной афонии. Пальпация живота при этом у пациентов совершенно безболезненна. Живот может быть даже запавшим на фоне продолжающейся диареи. Если уже развился пара из кишечника, то живот вздут. При пальпации можем почувствовать под пальцами переливание жидкости, шум плеска, а иногда будьте осторожны, пальпируя пациента с холерой. Активная пальпация живота может спровоцировать рвоту. Печень и селезенка при холерии не увеличены, они не вовлекаются в патологический процесс. Характерно нарушение функции почек, которое клинически проявляется снижением диуреза вплоть до анурии. Еще раз тахикардия от дышка падения артериального давления. Возникают судороги. Их выраженность при холерии различна от непроизвольных сокращений единичных групп мышц до распространенных генерализованных судорог. Вот таблица, на основании которой мы клинически можем определить степень дегидратации у поступающего в стационар пациента. Для чего нам это нужно? У нас есть 5-10 минут, когда мы принимаем пациента с подозрением на холеру, для того, чтобы определить степень дегидратации и начать расчет, провести расчет необходимой жидкости, начать ее введение. Поэтому при осмотре пациентов мы ориентируемся на частота стула рвота, вид кожных покровов, степень падения артериального давления, тахикардия. Помним о том, что при потере жидкости свыше 10% массы тела в пульсно-периферических артериях не определяется, температура, звучность голоса, судороги мышц, частота дыхания, диурез. И косвенно нам помогут общий анализ крови, когда мы его получим, но это будет уже гораздо позже, чем через 5 минут. Необходимо помнить о том, что при выраженной дегидратации у больного диарея может прекратиться. Он же и так потерял 10-12% от массы тела за счет жидкости или кролитов. Стула у него уже может и не быть. И как правило, при такой массивной потере и не бывает. Молниеносная сухая холера это редкие формы. Встречаются, как правило, у ослабленных истощенных лиц. для диагностики крайне сложны и приводят к смерти в течение нескольких часов от начала заболевания. Осложнение холеры. Гиповолимический шок, наверное, нельзя назвать в полной мере осложнением холеры. Это все-таки не осложнение, а вариант тяжелого и крайне тяжелого течения заболевания. Вот острая почечная недостаточность, которая возникает при выраженной дегидратации, особенно если лечение начато не своевременно, встречается достаточно часто. К осложнениям холеры мы относим осложнения, вызванные собственно говоря нашей деятельностью инфузионной терапией. Это возможны флебиты в районе катетера, гипостатическая пневмония и другие осложнения связаны с инфузионной терапией. Наиболее часто это пирогенные реакции возникают, потому что больному мы вливаем огромное количество жидкости до 15 литров в сутки. Поэтому помните о том, что растворы вводимые пациенту с холерой должны быть подогреты до 38 градусов Цельсия минимум. Причем подогреваются растворы. Идея класть грелку на место введения катетера в организм не годится. Если мы очень быстро начнем восполнять дефицит жидкости, не учитывая приморбидное состояние больного, не учитывая его сопутствующие заболевания, состояние сердечно-сосудистой системы и почек, то наше лечение может закончиться развитием острой сердечной недостаточностью, остановкой сердца, отеком легких или мозга. В подавляющем большинстве случаев, еще раз, если лечение начато своевременно и правильно, холера заканчивается в полном выздоровлении. В зависимости от того, как быстро пациенты имеют доступ к медицинской помощи, как быстро ориентируются в их состоянии медработники, летальность в разных регионах составляет от 0,1 до 1%, достаточно низкая. То есть, сейчас это не такое страшное заболевание, как ранее, когда холера вызывала быструю гибель огромного количества людей. Общеклинические методы диагностики, это общий анализ крови, где мы можем увидеть все признаки сгущения, лейкоцитоз лейкоцитоз в том числе. То есть, лейкоцитоз при холере, выявляемой в общем анализе крови, не свидетельствует о развитии воспалительного процесса. Он свидетельствует только о дегидратации, об обезвоживании пациентов. В зависимости от степени обезвоживания, в общем анализе мочи мы увидим следы белка, единичные эритроциты, лейкоциты, а при выраженной степени, при четвертой степени дегидратации белка там будет уже больше, резко растет относительная плотность и возможно развитие необратимых изменений в почках. Специфическая диагностика материалом для исследования являются рвотные массы, если рвота есть, испражнения, желчь, которая берется естественно не в остром периоде заболевания, а в период реконволюсценции. Обязательно для исследования берутся пищевые продукты, объекты окружающей среды или части тонкого кишечника и желчного пузыря у лиц погибших от холеры или с подозрением на холеру. Основной метод диагностики бактериологический. Бактериологический метод это посев. Посев производится на питательные среды для выделения чистой культуры щелочной агар и пептонная вода чаще всего. Существуют специальные инструкции по забору материала для исследования на холеру. Вы должны помнить о том, что посуда, в которой мы собираем материал для исследования, должна быть стерилизована методом кипячения. Материал должен быть доставлен быстро, не позднее, чем через 3 часа после его забора. И желательно, естественно, проводить забор материала для бак исследования до начала антибактериальной терапии. Потому что даже однократный прием антибактериальных препаратов существенно уменьшает вероятность бактериологического подтверждения диагноза вплоть до нуля. Естественно, современные методы диагностики, такие как полимеразная цепная реакция, используются для выявления токсигенного штамма вибриохолера. Но он чувствителен, он высоко специфичен, но не дает нам информации о антибиотической резистентности штаммов, а это то, что мы в обязательном порядке должны исследовать, забирая материалы пациента. Существуют ускоренные методы диагностики, различные сирологические в том числе, они используются для ретроспективной диагностики заболевания или определения напряженности иммунитета у переболевших. Однако широко ускоренные методы диагностики холеры не используются и все-таки основным золотым стандартом является бактериологическое исследование. Еще раз, на основании чего мы можем поставить у пациента или заподозрить диагноз холера, это эпиданамнез, если он есть, пребывание в неблагополучных по холере регионах, контакты с прибывшими из этих регионов больными, употребление какой-то подозрительной воды из водоисточников эпиднеблагополучных, начало заболевания острое, с расстройства стула при полном отсутствии боли в животе, симптомов и симптомов интоксикации водянистый обильный стул возможно присоединение рвоты с нормальной субнормальной температурой прогрессирование обезвоживания быстрое лейкоцитоз и естественно окончательное это обнаружение холерного вибриона при проведении бакпосев все пациенты с холерой и не только больные но и вибрионосители подлежат обязательной и немедленной госпитализации в инфекционный стационар никаких легкого течения холеры можно лечить на дому не может быть никогда любая степень тяжести подлежит госпитализации ведущим в терапии холеры является регидратация восполнение потерь жидкости и электролитов при поступлении пациента с подозрением на холеру мы должны немедленно оценить тяжесть состояния больного и степень дегидратации рассчитать необходимый объем жидкости и начать регидратационную терапию не дожидаясь никаких лабораторных исследований регидратационная терапия проведение возможно двумя путями перорально и парентерально перорально растворы естественно мы вводим только пациентам при отсутствии рвоты и при первой но редко второй степени дегидратации либо по окончанию парентеральной регидратации если есть необходимость еще в восполнении жидкости электролитов парентеральная регидратация имеет ряд правил ее проведение имеет ряд правил во-первых раствор должен быть подогретым во-вторых отменять инфузионную терапию раньше нельзя потому как возобновение диареи после ранней отмены парентеральной регидратации резко усугубляет течение заболевания утяжеляет поэтому отменяем мы парентеральную регидратацию через 12 часов после прекращения диареи и рвоты рвота исчезла больного из шока вывели появилась моча объем диуреза начинает преобладать над объемом стула и только тогда мы можем говорить о том что можно отменять парентеральную регидратацию регидратационная терапия состоит из двух этапов первый этап мы должны восполнить уже имеющийся на момент нашей встречи с пациентом потери жидкости и электролитов кстати препараты выбора для пероральной регидратации это регидрон для парентеральной тресоль для того чтобы быстро рассчитать необходимый объем который мы должны ввести за два часа у здорового человека у пациента с признаками или имеющимся в анамнезе поражениями сердечно-сосудистой системы хроническими заболеваниями поражениями болезнями легких у пациентов с белковым голоданием первый этап растягивается на 4-6 часов почему мы боимся отека мозга мы боимся отека легких у нормального здорового пациента первый этап длится 2 часа для того чтобы рассчитать необходимый объем жидкости мы взвешиваем пациента и массу тела пациента мы умножаем на наш клинически предполагаемый процент потери жидкости поэтому таблицу в голове необходимо держать делим на 100 и получаем необходимый объем жидкости в литрах эта формула годится для парентеральной регидратации для того чтобы посчитать объем жидкости необходимой для пероральной регидратации мы должны полученную цифру умножить на полтора почему потому что часть растворов которые больной пьет не успевают сосаться и с продолжающейся диареей покидают можно сказать так организм второй этап регидратационной терапии это восполнение продолжающихся потерь жидкости больной продолжает терять жидкость с испражнениями возможно и рвотой правило второго этапа регидратационной терапии таково каждые последующие два часа больной должен получить раствор в том объеме в котором он потерял жидкость за предыдущие два часа то есть первые два часа после поступления больного мы восполняем ему те потери которые с ним случились до начала лечения и все это время мы измеряем патологические потери мы собираем его стул испражнения и рвоту и измеряем их объем и в последующие два часа мы вводим пациенту столько жидкости сколько он за эти предыдущие два часа потерял решающей роли в лечении больных холерой антибактериальная терапия не играет однако назначение антибиотиков повышает эффективность нашей регидратационной терапии сокращает продолжительность диареи уменьшает частоту и риск развития вибриовыделения с первого дня болезни при отсутствии рвоты мы назначаем антибактериальные препараты перорально если у нас тяжелое течение с выраженной рвотой то ничего страшного антибактериальные препараты больной может начать после купирования рвоты Всемирная организация здравоохранения рекомендует следующие препараты это доксициклин тетрациклин триметоприм и фуразолидон в основном фуразолидон используется у беременных женщин которым доксициклин тетрациклин строго противопоказаны возможно применение вторхиналонов норфлоксоцина цифрофлоксоцина в течение пяти дней а доксициклин он считает что возможно вообще однократное применение в специальной диете больные холерой не нуждаются вот единственная кишечная инфекция которая не требует соблюдения какой-либо диеты это холера почему потому что не происходит никакого нарушения целостности стенки кишечника там нет никаких воспалительных процессов то есть энтероциты у нас просто секретировали жидкость больше чем нужно все они целы живы и здоровы реконволюценции реконволюценты выписываются после исчезновения диарейного синдрома нормализации всех биохимических показателей и трехкратного отрицательного результата бактериологического исследования испражнений либо желчи после того как человек перенес холеру он подлежит диспансерному наблюдению в течение года и в процессе этого наблюдения проводят ряд бактериологических исследований раз в 10 дней первый месяц после выписки в дальнейшем один раз в месяц с течением всего года разработаны вакцины для специфической профилактики холеры однако вакцинация не дает полной защиты иммунитет после нее во-первых кратковременный во-вторых развивается только у 50% привитых лиц вакцинация не предотвращает формирование носительства и собственно говоря эпидемиологической опасности этого больного поэтому применяют ее редко в очагах холеры или при выезде в неблагополучной по холере региона ВОЗ сформулировал три правила соблюдения которых позволяет не заразиться даже находясь в очаге холеры это мытье рук кипячение воды и достаточной термической обработкой пищи все три простых совершенных правила позволяют человеку не заразиться холерой сальмонеллоз это заонозное инфекционное заболевание как и все кишечные инфекции с фекально-оральным механизмом передачи вызывается бактериями рода сальмонеллы и характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта редко протекает в виде генерализованных форм сальмонелл в настоящее время известно огромное количество более чем более двух более чем две с половиной тысячи для человека патогенные около шестисот регистрируется заболеваемость где-то в районе 15-20 процентов от истинной заболеваемости и в последнее время наиболее опасно внутрибольничные штаммы сальмонеллеза приводящие к тяжелому течению сальмонелла это граммо-отрицательная палочка не имеющая спор устойчиво достаточного внешней среде способная к адгезии способна к внутриклеточному размножению имеет плазмиды способна образовывать телеформы и соответственно это позволяет сальмонеллам выживать обзаведясь резистентностью к антибактериальным препаратам ферменты гиорунидаза нейроминидаза сальмонеллез сальмонелла способна жить в крови и вызывать бактериемию и септицемию сальмонелла угнетает рост нормальной микрофлоры кишечника некоторые штаммы имеют экзотоксин и все имеют эндотоксин поскольку это грамм отрицательный возбудитель источником инфекции являются теплокровные чаще всего птицы ну и естественно люди механизм заражения фекально-оральный передается с пищей с водой контактно-бытовым путем заболеваемость спородическая возможно вспышки сезонность летнее осеннее болеют люди любого возраста чем младше ребенок тем тяжелее и более манифестно протекает заболевание возбудитель быстро преодолевает эпителиальный барьер желудочно-кишечного тракта эндотоксин повышает проницаемость клеточных мембран вызывает поражение нервно-сосудистого аппарата воздействует на центр терморегуляции на надпочечники вегетативную нервную систему и соответственно в клинике это дает нам интоксикацию рвоту повышение температуры иногда развитие инфекционно-токсического шока эндотоксин стимулирует синтез простагландинов и собственно говоря это резко усиливает секрецию жидкостей электролитов в кишечнике с развитием дегидратации дегидратация вне зависимости от причины от возбудителя который к ней привел собственно имеет одинаковую клиническую симптоматику инкубационный период при сальмонеллезе короткий от нескольких часов до двух суток в среднем это около суток различают гастроинтестинальную форму генерализованную форму это типоходобные септикопиемические варианты очень тяжелое течение бактерионосительство субклинические бессимптомные ну и по тяжести как и все остальные заболевания сальмонеллез делится на легкое среднее и тяжелое течение гастроинтестинальная форма сальмонеллеза регистрируется наиболее часто и клинически проявляется гастритом редко чаще всего это гастроэнтерит или гастроэнтероколит с внезапным острым началом с развитием интоксикационного синдрома с болями в животе с болями в эпигастрии с рано появляющейся рвотой может протекать по типу пищевой токсикоинфекции без диареи может с присоединением диареи тогда стул у нас жидкий обильный пенистый зловонный зеленоватый говорят по типу болотной тины боли в животе разлитые малолокализованы живот вздут вокруг пупка болезненный чувство урчания переливания при пальпации мы можем обнаружить при развитии колита в стуле появляются примеси слизи и даже крови общий анализ крови зависит как от изменения в общем анализе крови зависит от тяжести течения и степени обезвоживания при сальмонеллезе характерен лейкоцитоз со сдвигом формулы влево повышение сои в разгар заболевания сгущения со всеми ее признаками нарушение водно-солевого баланса при легкой степени тяжести больной может не обращаться за медицинской помощью потому что интоксикация умерена рвоты нет или она была однократная боли в животе не резкие стул кашицеобразный и даже если он жидкий до трех раз в сутки он нормализуется достаточно быстро такой пациент эпидемиологически опасен однако еще раз повторюсь как правило за медицинской помощью не обращается средняя степень с выраженной интоксикацией с высокой лихорадкой до 40 градусов со стулом до 10 раз в сутки однако тоже достаточно благоприятно течет и через 2-3-4-5 дней начинает отмечаться выраженная положительная динамика при тяжелом течении сальмонеллеза интоксикация выражена вплоть до развития инфекционно-токсического шока частый стул до 20 раз в сутки обильный водянистый иногда при присоединении гемоколита с кровью с развитием признаков обезвоживания генерализованные формы сальмонеллеза сейчас к счастью встречаются редко осложнения инфекционно-токсический шок гиповолимический шок острая почечная недостаточность редко крайне кишечные кровотечения энцефалопатия отек легких и мозга очень редко развитие перфораций кишечника но как и при всех инфекционных заболеваниях на фоне наших острых инфекций могут обостряться предыдущие хронические заболевания при септикопиемическом варианте прогноз неблагоприятный заканчивается часто летально у реконвалюсцентов в 3-5% может формироваться носительство сальмонеллеза для диагностики используются естественно общеклинические методы копроцитограмма специфическая диагностика реакция иммуна риф рНГА реакция агглютинации однако все-таки золотым стандартом тоже считается бактериологический метод посев стула с высевом сальмонеллы лечение сальмонеллеза промывание желудка и основное в лечении сальмонеллеза это патогенетическая терапия назначение антибиотиков антибактериальных препаратов при сальмонеллезе не играет существенной роли в течении заболевания однако считается что способствует более частому развитию носительства сальмонелл поэтому если это заболевание легкой и средней степени тяжести больному сальмонеллезом антибактериальные препараты не назначаются в патогенетической терапии естественно это дезинтоксикационная терапия и при потере жидкости электролитов регидратационная терапия еще раз антибактериальная терапия не показана назначают антибиотики только при угрозе генерализации у детей у пожилых ослабленных лиц лиц с онкопатологией или другой сопутствующей патологией у пациентов с иммунодефицитом потому что все эти категории лиц могут давать нам тяжелое течение сальмонеллеза с генерализацией процесса препаратами выбора являются левомецтин ампицелин амоксицелин ну гентомецтин сейчас уже не используется возможно применение цевтриаксона и других цефалоспоринов вторхиналонов цифрофлоксоцина норфлоксоцина офлоксоцина выписывается пациент при клиническом выздоровлении и отрицательном бактериологическом исследовании для декретированных групп два отрицательных бакпосева с последующим наблюдением в кабинете инфекционных заболеваний основной в профилактике так как это занос является ветнодзор за здоровьем скота и птицы шигелез антропоноз с фекально-оральным механизмом передачи вызывается шигелами характеризуется поражением дистальных отделов толстого кишечника соответственно в клинике это колит и что характерно для шигелеза выраженный интоксикационный синдром шигелы делятся на несколько серогруп серогруппа А это шигел дезинтерии группа Б флекснера С бойди группа Д шигелозоны с сиротипами Классификация клиническая дезинтерия подразумевает естественное деление на формы это колитическая гастроэнтероколитическая энтеритическая чаще всего при холере встречается колитическая форма дистальный колит и интоксикация возможно развитие субклинических форм носительства шигел описаны хотя сейчас практически не регистрируются хронические формы шигелеза хронические формы дезинтерии с непрерывным или рецидивирующим течением для определения степени тяжести шигелеза мы ориентируемся на выраженность интоксикации чистоту стула и наличие или отсутствие осложнений в диагностике шигелеза естественно используются общеклинические методы диагностики в общем анализе крови мы увидим признаки воспаления потому что шигела размножается у нас в толстом кишечнике и повреждает слизистую нашего толстого кишечника посев на среду эндой плоскерева аллергические пробы сейчас не применяются ректароманоскопия которая была раньше ведущим методом диагностики шигелеза теперь используется только при подозрении на наличие в толстом кишечнике у нашего пациента каких-то образований для диагностики шигелеза для того чтобы подтвердить диагноз шигелез обнаружением типичных язв ректароманоскопия в последнее время не используется в отличие от сальмонеллеза первая в терапии шигелезов это этиотропная терапия при легком течении мы можем использовать нитрофураны при средне тяжелом течении применяются вторхиналоны при тяжелой форме возможно применение левометтина но редко ампицелина и сейчас шигелы достаточно чувствительны к цефалоспоринам дезинтоксикационная терапия энтеросорбенты с осторожностью потому что пациенту с которого мы назначаем энтеросорбенты необходимо сказать напомнить и объяснить что энтеросорбенты применяются с с интервалом между применением энтеросорбентов и каких-либо других препаратов потому что пациент который с утра получает в стационаре энтеросорбенты и антибиотики львиная доля пациентов пытаются энтеросорбентами забить антибактериальные препараты что соответственно нивилирует их действие поэтому не забывайте при назначении энтеросорбентов говорить пациенту что энтеросорбенты применяются через полтора два часа После или за час до назначения других лекарственных препаратов. При необходимости проводится реидратационная терапия. Возможно применение местной терапии в виде лечебных клизм. Пищевые токсикоинфекции это целая группа, это не одно заболевание, это группа полиэтилогичных заболеваний. Они возникают при употреблении в пищу инфицированного микроорганизмами продукта, в котором они копились, размножались. То есть соответственно в этом продукте накопились и возбудители, и их токсины. Пищевые токсикоинфекции имеют как правило кратковременное течение. Нарушения характеризуются нарушением функции желудочно-кишечного тракта, интоксикацией разной степени выраженности и водноэлектролитными нарушениями. Многие виды патогенных и условно-патогенных бактерий способны к продукции экзотоксина в пищевых продуктах. Это сальмонеллы, это иерсиния, это ишерихи и колли, это протей, стафилой, стрептококки, кластридии, в том числе кластридия бетулину, кластридиум дефицели, энтеротоксин, который накапливается, усиливает секрецию жидкости электролитов в просвет кишечника, а цитотоксин может повреждать мембраны эпителиальных клеток. Механизм заражения у нас фекально-оральный, а путь это пищевой. Восприимчивость достаточно высока, как правило вспышки пищевых токсикоинфекций регистрируются в теплое время года. Возбудитель выявить удается не всегда, по клинике их классифицируют в зависимости от преимущественного поражения желудочно-кишечного тракта. По тяжести легкая, средне-тяжелая, тяжелая, редко регистрируется в очень тяжелое течение. Инкубационный период при пищевых токсикоинфекциях короткий, очень короткий, около часа, может быть от 30 минут, в зависимости от того, как много возбудителей и токсинов накопилось в пищевом продукте. Не более суток, не более 24 часов. Клиническая картина зависит в основном, конечно, от возбудителя, но во многом она сходна. Это острейшее бурное начало с интоксикацией, с лихорадкой, с тошнотой, с рвотой и в последующем присоединяется диарея. Боли в животе чаще всего регистрируются в эпигасте и могут быть разлитыми, либо схваткообразными. При адекватной терапии динамика пищевых токсикоинфекций резко положительна. Батулизм. Есть у нас еще 5 минут. Тяжелое токсикоинфекционное заболевание, которое характеризуется поражением холинергических структур продолговатого и спинного мозга. Хотя вроде как относится к пищевым токсикоинфекциям. И протекает с преобладанием синдромов офтальмоплегического и бульбарного. Клостридии подвижны, способны к спорообразованию, грамм положительны, строгие анаэробы. При кипячении их вегетативные формы очень быстро погибают, практически мгновенно. Высокие концентрации соли и сахара тормозят их размножение. А вот споры, в отличие от вегетативных форм, они устойчивы. Они устойчивы к высушиванию. Они устойчивы к низким температурам. Они могут сохраняться в морозильных камерах при температуре минус 14 до года. Они устойчивы к кипячению. Для того, чтобы споры погибли, кипятить необходимо более 3 часов. Они устойчивы к дезорастворам, кислотам и щелочам. Нейротоксин. Клостридий очень мощный. Он во много раз ядовитее, если можно так выразиться, сильнее, чем цианистый калий. Казалось бы. Серовары есть различные. Самые сильные это токсины А и Е, а затем Б, Г, С и Д. У нас чаще всего регистрируются серовары А, Б, Е. Токсин разрушается щелочами, разрушается этиловым спиртом и разрушается кипячением в течение 20 минут. То есть продукты, в которых мы можем подозревать наличие токсина, клостридий, бетулизма. При кипячении в течение получаса токсин мы разрушим. Токсин Е выделяется, кстати, в виде протоксина и активируется он уже в желудочно-кишечном тракте. Источником инфекции является почва и трупы животных. Соответственно, это сопроноз. У нас чаще всего регистрируются серотипы Б, А и Е. Продукты, которые чаще всего вызывают заболевания, это консервированные грибы и овощи. Почетное первое место. Второе место – рыба. А третье место – это тушенка, колбасы, окорока, копченые. Для того, чтобы образовался токсин, необходимы анаэробные условия. Достаточно тепло. 22-37 градусов Цельсия. Низкое содержание соли и сахара. То, что мы помним о том, что соль и сахар плохо влияют на вегетативные формы. Недостаточная термическая обработка. Летальность при ботулизме достаточно высока. До 15%. Это много. Заболеваемость возрастает в осенне-зимний период, когда люди начинают употреблять консервированные продукты. И могут встречаться как в виде вспышек, так и в виде спараггической заболеваемости. Токсин не разрушается ничем, проникая у нас в желудок. Он всасывается в тонкой кишке, проникает в кровь. И оттуда попадает на периферические нервные окончания. Циркулирует он в крови достаточно недолго. От 10 до 40 минут. И в это время мы можем поймать его антитоксином, то есть введением противоботулинистической сыворотки. Количество попавшего в организм токсина, его доза определяет длительность инкубационного периода и тяжесть течения напрямую. Чем больше попала токсина, тем короче инкубационный период, и тем тяжелее протекает заболевание. Действует он на альфа-мотонейроны передних рогов спинного мозга, на нервно-мышечные синапсы, нарушает передачу импульсов. И, соответственно, это приводит к развитию и появлению клиники вялых параличей всех поперечно-полосаток любых мышц, развитию миостенического синдрома. В дальнейшем развивается гипоксия. И, соответственно, при тяжелом течении заболевания может развиться летальный исход. При ботулизме иммунитет не формируется. Человек, который перенес ботулизм, может заболеть им буквально на следующий день. Различают три формы. Это пищевой при попадании токсина в организм с пищей, с продуктами. Раневой, когда загрязняются раны с порами из почвы. Раневой ботулизм в мирное спокойное время крайне редко встречается. В основном это инъекционные наркоманы с грязными многократно используемыми иглами. Вот у них до сих пор периодически раневой ботулизм встречается. Но, повторюсь, это крайне редко. И ботулизм у грудных детей, у которых споры в кишечнике могут превратиться в егитативные формы, и если для взрослого человека это не опасно, то у детей первого полугода жизни продукция токсина вегетативной формы в кишечнике может дать клинику ботулизма. По тяжести течения легкие, средней степени, тяжести и тяжелые. В периоды болезни начальной разгара и выздоровления тяжесть еще раз зависит от дозы токсина, типа токсина, тип А и Е вызывает наиболее тяжелые формы, от скорости всасывания токсина. Инкубационный период может составлять от 18 часов до 14 дней при раневом ботулизме. В начальном периоде, который длится от нескольких часов до суток, у больного. Больной отмечает жажду и сухость во рту, резкую слабость, быструю утомляемость, головокружение. Половина пациентов может отметить какие-то дисфектические жалобы, диарею или рвоту, расстройство зрения. И если жажду, сухость во рту и общую слабость больные могут списать на что-то другое, то пациенты с легким течением ботулизма, отметив у себя расстройство зрения, двоение в глазах, первый врач, к которому они обращаются, это окулисты. Описаны случаи, когда больные с ботулизмом действительно в несколько дней сначала лечились у окулиста. Автальмоплегический синдром характеризуется туманом и сеткой перед глазами, нечетким видением, медриазом, а не закорией, двусторонним птозом, он двусторонний, редко может быть небольшая асимметрия, снижением реакции зрачков на свет, нестагмом, диплопией. При ботулизме поражается глазодвигательный нерв всегда, но никогда не происходит повреждение зрительного нерва. Вот так выглядит больной с ботулизмом. Второй по частоте регистрируемый синдром фонофарингоневрологический. Ограничивается подвижность мягкого неба, исчезает глоточный рефлекс, больной жалуется на поперхивание, выливание жидкой пищи через нос, комок в горле, невозможность проглатывания пищи, малоподвижный или неподвижный язык, изменение тембра, голоса, хриплость, невнятность речи, резкое снижение саливации, сухость во рту, снижается секреция слюных желез, снижается потоотделение, снижается мочеотделение, может развиться поражевательная мускулатура, патологические рефлексы, однако при ботулизме, на фоне снижения сухожильных и брюшных рефлексов, всегда отсутствует. Температура тела, как правильно, нормальная. Если у пациента с ботулизмом начинает расти, температура тела достигает высоких цифр, нужно думать о том, что развилась пневмония. Дыхательные расстройства характеризуются чувством стеснения кота в груди, нехваткой воздуха, бледностью кожи, затем цианозом. Больной без проведения адекватной вентиляции легких может умереть от асфиксии. Причинами этих дыхательных нарушений является нейропаралитическое действие токсина и пневмония у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. Сознание у пациента с ботулизмом всегда сохраняется. Вне зависимости от тяжести состояния, больной находится в полном сознании. У него не открываются глаза, у него плохое зрение, он не может говорить, он не может глотать, он не может дышать, однако при этом он в сознании осознает всю тяжесть своего состояния. Период выздоровления достаточно затяжной, к сожалению, более чем в 50% случаев ботулизм своевременно не распознается. А чем позже мы распознали у больного ботулизм, тем позже мы начали лечение и введение противоботулинистической сыворотки, тем меньше эффекта от этого самого введения, потому что мы помним, что токсин циркулирует очень недолго в крови, и поймать его нужно как можно быстрее. В диагностике ботулизма используется биологический метод и полимеразная цепная реакция. Нам необходимо обнаружить токсин и в идеале определить его тип. Все это для науки здесь страдают мышки. Бактериологический метод с посевом кала, промыванных ввод желудка, пищи, остатков не дает основания нам для постановки диагноза. Иммунологические реакции не используются, потому что антитела у нас не образуются. А в лечении основная задача это удаление и нейтрализация токсина. Поэтому первое, при подозрении, при любой мысли о том, что это возможно ботулизм, промывание желудка кишечника 5% раствором соды хорошо промыть необходимо пациента, а затем введение противоботулинистической сыворотки. Одна доза противоботулинистической сыворотки содержит антитела к 3 типам токсина А и Е по 10 тысяч международных единиц и к типу Б 5 тысяч. Вводится однократно. Если эффект отсутствует, возможно повторное введение, но из другой серии. Введенная сыворотка не способна оторвать токсин, который уже зафиксировался в нейромышечных синапсах. Поэтому введение сыворотки еще раз при ботулизме должно быть быстрое. Как только мы начинаем подозревать заболевание, мы должны ввести противоботулинистическую сыворотку. С целью профилактики, естественно, соблюдения технологии хранения консервированных продуктов. Ну и, наверное, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Спасибо за внимание. До свидания.